Иногда у нас встречаются случаи, когда вроде бы хочется чего-то сделать при помощи методов машинного обучения, с другой стороны, не очень понятно, как это делать. Обычно эти случаи можно разделить на две больших категории. Первая категория – у вас мало данных. И вторая категория – у вас мало данных. Давайте с первой начнем. Значит, данных мало, но по-разному. В первой категории – мало данных. У вас вроде бы есть хорошая модель, и модель, по идее, должна все описывать. Например, вы хотите спрогнозировать, через сколько времени упадет вот этот фломастер, если я его уроню. То есть вам все, что надо для того, чтобы это посчитать. Вообще говоря, знать ускорение свободного падения и все. То есть если у вас есть ускорение свободного падения, и есть несколько экспериментов, вы даже можете не знать это ускорение, но вы знаете, что тело движется равно ускоренно, у вас есть несколько измерений, через сколько времени падает вот этот вот фломастер, вы в принципе можете построить модельку достаточно простую. То есть как-то будет считаться, что там у нас, корень квадратный, из два ножа, что-то типа того. То есть для определения этого параметра вам достаточно буквально одного измерения. Когда у вас моделька посложнее, вам одного измерения недостаточно, и у вас возникает проблема, что из того набора данных, которые вы имеете, и вы не можете построить модель из-за того, что у вас данных мало. Это первый вариант. Второй вариант, он несколько сложнее. Значит, вы анализируете, ну я не знаю, что анализируете, уход сотрудников, да? У вас есть какие-то параметры сотрудников, которые вы знаете, то есть сколько времени он работает там в компании, какую зарплату получает и так далее, и так далее, вот эти параметры вы знаете, но всегда есть элемент случайности, о которой вы не знаете. Вы не знаете, допустим, ему там предложили какую-то где-то работу в другом месте и так далее. Вот эти вот факты вы не знаете. И поэтому, когда вы строите модель, у вас недостаточно данных для того, чтобы предсказать его поведение. В обоих случаях данных у вас мало, но по-разному. Значит, если мы возьмем датасет какой-то вот такой вот, да? Значит, это у нас характеристики, которые вам известны. А это у вас примеры, да, которые вам известны. То в первом случае у вас данных мало вот здесь, а во втором случае у вас данных мало вот здесь. Значит, данных мало, но по-разному. Итак, что же нам делать, если у нас мало данных? Значит, открываем модельку. Значит, первый случай, вот мы его подчеркнем, первый случай, у нас данных мало здесь. Значит, есть такая взаимосвязь, что если у вас в модели порядка n свободных параметров, то вот в этом датасете во всем у вас должно быть порядка n единиц информации. То есть, грубо говоря, n чисел вот в этой модели. То есть, если у вас в модели, допустим, 100 параметров, и у вас модель, условно говоря, двумерная, да, то есть у вас два измерения, там, x0 и x1, то вам желательно иметь как минимум, ну, наверное, 50 строчек с данными. Лучше, конечно, если их будет 100. И так далее. Значит, что делать, когда у нас вот этих примеров меньше, чем у нас параметров модели. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас мало примеров, мы всегда сравниваем с количеством параметров модели. Значит, первый способ что-то сделать, это уменьшить количество параметров модели. То есть, упростить модель. Самый простой способ, наверное, проще уже некуда, это взять линейную регрессию. То есть, если у вас прогнозируется какой-то y, вы говорите, что y у меня равно сумма аитых и xитых, и все про это забыли. То есть, у вас количество моделей, грубо говоря, количество свободных параметров, грубо говоря, равно размерности вашего входных данных. То есть, если у вас здесь два, то у этой модели параметров два. Значит, вам всего строчек надо для того, чтобы их определить две. Значит, это первый способ. Используйте модель попроще. Второй способ. Второй способ, он хитрее. И он заключается в следующем. Использовать рекуррентную нейронную сеть. В чем смысл рекуррентной нейронной сети? Если на обычную нейронную сеть вы подаете данные вот таким вот образом, вот ваша нейронная сеть, и вы прогнозируете результат, то на рекуррентную нейронную сеть вы подаете данные вот таким образом. Какая из этого выгода? Рекуррентная нейронная сеть, она называется рекуррентной, потому что она может предсказать результат при воздействии на нее достаточно длинной последовательности. Вообще говоря, количество свободных параметров у рекуррентной нейронной сети, оно не зависит от количества параметров вот здесь. То есть, если у вас здесь двумерные вектора или 100-500 мерные вектора, вы все равно будете определять вот ваш выход одним и тем же числом параметров. Если вы будете подавать их последовательно один друг за другом на эту нейронную сеть. Как она работает, эта рекуррентная нейронная сеть? Основу рекуррентной нейронной сети составляет рекуррентный элемент. Значит, вот он рекуррентный элемент. Рекуррентный элемент представляет из себя, у физиков это называется, четырехполюсник. Значит, у него два входа и два выхода. На один из входов вы подаете свою последовательность x0, x1, x2 и так далее, xn. Вот так вот, прямо по порядку их подаете. И снимаете выход вот отсюда, вот с этого входа. Значит, вы получаете y0, y1, y2 и так далее, yn. Значит, при этом, когда вы делаете прогноз, обычно вас интересует только последний элемент этой последовательности. Сейчас я поясню, почему. Что у нас со второй парой вход-выход? А вторая пара вход-выход это память. Значит, у рекуррентного элемента есть память. И работает она так. Вот то, что вы получаете на этом выходе, да, h0, вы подаете на этот выход, h1. Работает он вот таким вот образом. Опять же, если вспомнить физику, я заканчивал радиофизику, это означает, что у вас есть усилитель с обратной связью. Усилитель с обратной связью, вот эта вот обратная связь, он может работать в двух состояниях. Он может работать с отрицательной обратной связью, тогда как усилитель, и с положительной обратной связью, как генератор. Оба режима, в принципе, используются в нейронных сетях. Значит, что у нас происходит при этом? Давайте посмотрим, что у нас произойдет, когда мы подадим только первый, x0. Итак, мы подали, x0. У нас сеть перешла в состояние y0 и выдала на выход h0. После того, как мы подали x1, она вот это вот h0 передала сюда, 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 x1 и на выходе y1. y1 у нас содержит информацию об x1 и об h0. h0, в свою очередь, содержит информацию об x0. То есть, y1 у нас содержит информацию и об x0 и об x1. Соответственно, мы подали x2. x1 у нас сгенерировала здесь h1. Когда мы подаем x2, мы подаем сюда на вход h1 с предыдущего шага x2. И у нас получается y2. y2 зависит от x2. и одновременно зависит от h1. Которая, в свою очередь, у нас зависит от x1 и от h0. h0, в свою очередь, зависит от h0. То есть, в результате, у нас вот этот вот y2 начинает зависеть и от x2, и от x1, и от x0. То есть, если у нас в конце концов, мы подадим сюда xn, то у нас yn будет зависеть от всех предыдущих элементов последовательности. Вот таким образом. Поэтому, если мы хотим обработать целиком всю последовательность, все вот эти вот x, мы должны в качестве выхода взять yn, и у нас все будет хорошо. Мы будем держать информацию о всех элементах последовательности. Значит, каким образом реализовать вот этот рекуррентный элемент? Самая простая реализация этого рекуррентного элемента это обычный нейрончик. Вот такой вот. То есть, мы умножаем здесь на коэффициент v0, здесь на коэффициент v1, суммируем, добавляем смещение, и выдаем это все, ну, прогоняем, естественно, через функцию активации, и выдаем это все на выход y. А h1 берем тоже с y. Вот это самый простой рекуррентный элемент. Фактически, он представляет из себя один нейрончик. То есть, для того, чтобы вам спрогнозировать, допустим, вот у вас пятимерный вектор x0, x1, xn, для того, чтобы вам спрогнозировать y вот по такой последовательности из пяти элементов, вам всего-навсего нужно раз, два, три коэффициента найти. Соответственно, если у вас не пять, а сто тысяч пятьсот элементов в вашем, размерность вашего датасета, да, то вам все равно нужно всего три коэффициента найти. То есть, в этом прелесть рекуррентных нейронных сетей, что там требуется сравнительно небольшое количество коэффициентов. Причем тут глубокие нейронные сети. А при том, что когда мы начнем все это дело аккуратно считать, окажется, что у нас вот такая вот рекуррентная нейронная сеть, если у нас пять элементов, да, на входе, она эквивалентна вот такой схеме. Значит, сюда мы подаем x0, выход подаем вот сюда вот, сюда подаем x1, выход подаем сюда, сюда подаем x2, сюда x3, сюда x4, и вот отсюда снимаем выход y. То есть, на самом деле, когда рекуррент, ну, просто коэффициенты вот этих вот нейрончиков, это у нас отдельные нейрончики, коэффициенты всех этих нейрончиков одни и те же. Значит, что у нас в результате получается? В результате получается, что у нас чем больше элементов вот здесь в нашей размерность нашего датасета, входного вектора, тем больше у нас слоев с нейронами получается. А мы знаем, что когда у нас много слоев с нейронами, у нас возникает эффект затухания градиента. То есть, если у нас здесь выходная функция сигмоида, то последовательности больше пяти элементов мы не сможем обучить уже с такой нейронной сетью. Если у нас тут гиперболический тангенс, да, то последовательность не больше десяти мы сможем обучить. Если релу там, то где-то одиннадцать-двенадцать и так далее, и так далее. То есть, несмотря на кажущуюся простоту, вот этот рекуррентный элемент на самом деле это реализация очень-очень глубокой нейронной сети. Вот. И как его обучать? Для того, чтобы его обучать одним из первых элементов, которые придумали, если таким образом вот эта простая схема, она не будет работать на больших датасетах. То есть, когда у вас размерность входных данных очень большая, она не сможет работать. Больше, чем десятка, она не работает. Значит, для того, чтобы все-таки использовать каким-то образом рекуррентные нейронные сети в практике, придумали LSTM-элемент. LSTM-элемент он, в принципе, по принципу работы, он ничем не отличается от рекуррентного элемента, только у него две памяти. Он представляет из себя шестиполюсник. Значит, вот это вот у нас X, вот это вот Y, вот это у нас H, вот это у нас C. Значит, соответственно, вот эта линия называется кратковременной памятью, эта линия называется долговременной памятью, ну а это XY. Он так и расшифровывается. Long и долгосрочной и долгосрочной памятью. В детали входить я не буду, суть в том, что здесь внутри четыре нейрона. И эти нейроны соединены в такую очень хитрую архитектуру, что производная функции потерь по аргументам она равна плюс-минус единице. То есть LSTM элемент имеет такую архитектуру, в которой не затухает градиенты, которую можно обучать. Ну давайте посмотрим, как работает LSTM элемент. Значит, на задаче прогноза солнечных пятен. Итак, у нас есть такой ряд, называется число Вольфа. Это, грубо говоря, очень хитрым образом посчитанное число солнечных пятен. Чем больше число солнечных пятен, тем выше активность. Грубо говоря. Итак, вот он этот график. До 2022 года по-моему у меня эти данные скачаны. Вот такие периоды 11-летние, которые связаны с 11-летним циклом солнечной активности. Итак, давайте попробуем нарисовать модель, которая будет предсказывать у нас какое число солнечных пятен будет на следующий день, условно говоря. Итак, для этого мы сделаем датасет. Датасет у нас будет такой, это задача похожая на задачу регрессии. Итак, вот Y это то, что мы хотим предсказать, число солнечных пятен. Вот это у нас число солнечных пятен за день до этого, за два дня до этого, за три дня до этого и так далее за 12 дней до этого. Вот такой у нас будет датасет. Итак, первое, что я сделал, я скачал этот датасет. У меня все эти данные имеют вид ряда, то есть последовательное значение. мы можем посмотреть вообще говоря на этот датасет. Где он у нас? Вот он этот датасет. Год, месяц, день, дата в долях года и вот собственно говоря число солнечных пятен. Минус один это означает, что там не было наблюдений. Итак, значит у нас столбец с данными от нуля если считать то четвертый. Вот мы его считали. Здесь я использую регулярное выражение для того, чтобы разобрать это все. Итак, вот у меня в столбце Y это четвертый столбец у меня хранятся последовательные значения вот этого числа солнечных пятен. Я сделал тут 4 и 5 для того, чтобы мне не преобразовывать массив Y к двумерному виду, чтобы он у меня был уже в двумерном виде. То есть он имеет вид вот такой вот. Здесь одно измерение, а здесь сколько у нас строчек в этом датасете. Итак, вот я его нарисовал как функцию года. Следующее, что я делаю, мне необходимо сделать вот такую матрицу. Матрицу я делаю через Numpy Concatenate, то есть я объединяю соответствующим образом сдвинутый массив. Ну, что значит X-1? Это означает, что вот если здесь была десятка, здесь была девятка, восьмерка, семерка и так далее, то в следующей строчке у нас будет вот здесь девятка, здесь восьмерка, здесь семерка, здесь и так далее. В следующей здесь будет восьмерка, семерка и так далее. То есть это эквивалентно тому, что у меня вот этот вот столбец сдвигается на единичку вверх, грубо говоря. Я пользуюсь этим свойством, я создаю новый массив, он у меня будет называться X2, в котором я храню вот эти входные данные, которые я буду использовать для моделей. и Yout это у меня вот этот вот массив, который мне надо прогнозировать. Значит, это у нас X2, это у нас Yout. Значит, вот я напечатал, как это выглядит, то есть на вход у меня должны подаваться вот эти числа, а с выхода должно сниматься вот это число. То же самое на следующий день на вход у меня подаются те же самые числа плюс последняя дата должно прогнозироваться вот это. На следующий день вот это подается должно прогнозироваться вот это и так далее. Итак, вот это я подготовил датасет и теперь делаю модельку. Значит, моделька у меня состоит из двух слоев вот вот это у меня входной слой. Я говорю, что у меня на вход будут подаваться 12 чисел. history and learn это мои 12 чисел. А, ну, я забыл сказать, я, конечно, разделяю датасет на две части, на обучающую и на тестовую, да, потому что по обучающей я буду обучать, а по тестовую я буду проверять, насколько хорошо у меня все работает. Значит, создаю модельку. Модель простая, sequential. Я определяю вход, говорю, что у меня на входе будут 12-мерные вектора. Потом я преобразую эти 12-мерные вектора. Вообще, LSTM модель работает с квадратными, с прямоугольными данными, поэтому я его привожу к прямоугольному виду, точно так же, как мы с вами добавляли одно измерение в сверточные нейронные сети. При работе с LSTM с сетями вам тоже надо добавлять одно измерение. Вот мы добавили одно измерение. Затем мы создаем 5 независимых LSTM элементов. То есть каждая архитектура у нас будет примерно такая. Вот наш ряд данных. Мы его будем подавать на один LSTM элемент, на другой LSTM элемент, ну и так далее, на 5 LSTM элементов. Каждый из них тренируется независимо. И результат подадим на простейшую нейронную сеть. Вот один нейрон, который у нас собственно говоря и будет предсказывать наше число солнечных пятен. Вот такая у нас архитектура. Итак, вот hidden size это у меня количество независимых LSTM элементов. Я мог бы поставить один, но там точность получается плоховастая. Итак, в качестве функции активации в этом LSTM элементе я выбрал RELU, потому что у меня прогноз численных значений, поэтому мне желательно, чтобы эта функция была неограничена в одном направлении. И поскольку опять же у меня прогноз числовых значений, у меня выходная функция активации на слое dense linear, все, я рисую модель, смотрю, что у меня получилось. Итак, вот моделька, у нас получилось 140 параметров, 146 параметров в этой модели, вот ее архитектурка, значит на вход ей подаются 12 значений, решейпаться 12 значений в 12 на 1 матрицу, на выходе 5 LSTM элементов получается 5 элементов, эти 5 элементов передаются на dense слой, и на выходе одно число получается. Давайте проверим, что эта сеть устойчива к увеличению числа входных элементов, я поставлю вместо 12, я поставлю 62, то есть я раньше по 12 дням пытался предсказать, сейчас я говорю, а что будет, если я по 62, по 2 месяцам попытаюсь предсказать, вот у меня такой датасетик получился, то есть вот это входные данные, это выходное число, которое должно предсказываться. Можно? А мы можем так упорядоченные данные развивать на тестовые и обучающие у вас же финальная часть в обучении не участвует, мы по ней проверяем. Ну, правильно, поэтому я и разбил по порядку. Поскольку у меня временные данные, я поэтому и разбил, у меня тестовая часть стоит за обучающей, то есть так и надо делать. вот чтобы он не зависел от разбивки надо делать вот так вот. Потому что это у нас временные данные, мы хотим, чтобы у нас обученная модель прогнозировала и в будущем тоже. Это значит, что тестовый датасет у нас всегда идет за обучающим. Копол тут нельзя ответить? Нет. Он будет показывать завышенную точность. Итак, давайте посмотрим, что у нас случится с моделью, если я увеличу длительность прогноза. У меня на входе 62 дня, а количество свободных коэффициентов все так же осталось 146. То есть эта модель устойчива к длине вот этого вот массивчика, которой я подаю на вход. То есть от размерности данных она не зависит. Она и для 60 146 элементов, и для 12 146 элементов свободна. Могу и 100 лет подать. Не важно, сколько вы подадите на самом деле. У нее начнут возникать проблемы внутри. Проблемы у всех возникают. И у нее будут возникать. Значит, самую главную проблему мы решили. Мы ограничили число свободных коэффициентов. Значит, мы можем подавать достаточно много всяких данных, и количество свободных коэффициентов не изменится. Итак, подготовили датасет, готова моделька. Оптимизируем. В качестве оптимизатора у меня выступает алгоритм адам. Я слежу за средней абсолютной ошибкой, потому что там могут быть выбросы, и мне нужен алгоритм, который устойчив к выбросам. Соответственно, за метрикой я слежу тоже за мое. Опять ставлю early stopping, для того, чтобы не разбираться, сколько эпох мне обучать, пусть она сама остановится, когда будет хорошо. И фитирую модель. Значит, вот этот вот X-Train, Y-Train я разбиваю средствами TensorFlow в пропорции 8 к 2 на обучающий валидационный датасет и прогоняю стоя тысячу эпох обучения с callback Amelie Stopping для того, чтобы она остановилась вовремя. Итак, начинаю обучать. Пока обучается, можно еще вопрос? А минус 1 откуда будет предсказывать? Да. А куда они денутся? Пусть предсказывают, иначе не интересно. Итак, давайте подождем, пока она добежит до конца. вообще среднее количество числа солнечных пятен порядка 70-100, то есть у нас вот это вот мое это ошибочка. Это абсолютная ошибка, средняя абсолютная ошибка по сравнению где-то с 70-кой, да, то есть мы видим, что она уже в принципе достаточно неплохо предсказывает, у нас мое порядка 13-ти, то есть по сравнению с соткой это неплохо, все, она остановилась, итак, наилучший результат у нас получился 13-66, вот он, значит, это точность по мое, да, итак, давайте посмотрим, что у нас произойдет на тестовом датасете, если мы все правильно сделали, то на тестовом датасете должна точность тоже неплохая получиться, сейчас он посчитает, что у меня там зависло, ага, вот он получил на тестовом датасете точность 10,7 по мое, 10,8, то есть в принципе модель работоспособна, давайте посмотрим, как она предсказывает, итак, вот на обучающем датасете синяя линия это то, что наблюдалось, оранжевая это то, что она подогнала, но нам это неинтересно, что она подогнала, нам интересно, что будет на тестовом датасете, который она никогда не видела, и который в будущем, стандартная физическая задача, вы ничего не знаете, что в будущем случится, поэтому тестируйте на будущем, ага, вот у нас моделька такая, вот она, это она предсказала, начиная с 1980 мы видим что в принципе неплохо да давайте убедимся что это неплохо сделали с большим разрешением только 21 22 год видим что оранжевые точки в принципе хорошо лежат на синей кривой то есть эта модель работоспособна значит следующий шаг который нужно сделать это можно еще больше сократить количество элементов в рекуррентном элементе вообще в lstm элементе у нас 4 нейрона эти четыре нейрона выбраны таким образом чтобы затухание было чтобы затухание не было да чтобы градиент всегда был плюс минус единицы оказывается что можно еще упростить элемент там можно поставить три нейрона тогда это этот юнит рекуррентный будет называться груда и есть еще более сильные элементы юниты называются с рутом два нейрона два нейрона три нейрона значит к сожалению я хорош хорошей имплементации для сру не нашел в тензорфлоу а для гру нашел давайте посмотрим что у нас гру будет и так то же самое у нас слой с гру у нас все то же самое только мы заменили тип рекуррентного элемента и так мы видим что у нас еще под сократилось количество свободных параметров вообще каждый сокращенный параметр это у вас меньшее количество данных во входном дата сете то есть вам все меньше и меньше надо данных для того чтобы получить ту же самую точность то есть гру элемент он уже обеспечивает сто двадцать шесть здесь свободных параметров против ста сорока шести да в предыдущем случае для или стм элемента здесь мы его опять можем обучить чтобы убедиться что он тоже хорошо обучается и хорошо прогнозирует он уже сразу сделал резкий скачок по точности он начал 17 17 единиц мая и достаточно быстро обучается мы сейчас убедимся в этом вот он до 13 добежал уже все обучился лучшее значение 13 72 в принципе сравнимо с тем что получили на лист м элементе опять проверяем на новых тестовых данных 10 58 тоже очень хороший результат да по сравнению с предыдущим фактически фактически то же самое да вот у нас было 10 77 стала 10 58 и нарисуем как выглядит прогноз на тестовых данных мы видим что она продолжает хорошо предсказывать но в общем при такой точности общем мы этого и ожидали значит в принципе можно побороться еще больше значит поскольку у нас в принципе история не сильно большая 12 элементов мы можем попробовать симпул ранен да он нам даст еще меньше параметров я говорил что там всего один нейрончик давайте посмотрим что нам даст симпул ранен мы заменяем элемент рекуррентный на симпул ранен вас количество свободных параметров снова сократилось у нас было сначала было 146 потом у нас было 126 да теперь у нас 41 параметр свободный то есть еще меньше модель стал и так вот у нас 41 свободный параметр давайте посмотрим как 41 свободный параметр тренируется видите в чем в чем эффект эффект состоит в том что несмотря на то что мы уменьшаем число свободных параметров точность у нас остается достаточно высокой вот здесь вот мы добежали до точности 1329 давайте посмотрим что у нас на тестовом дата сайте тестовый говорит 1069 нормальное сравнимое с предыдущими рекуррентными сетями значения и опять достаточно неплохо предсказывать то есть надо понимать что для того чтобы если вы работаете с короткими дата сетами то вы в принципе можете попробовать сделать модель несколькими способами упростить первый способ это взять какую-нибудь какую-нибудь регрессию там у вас количество свободных коэффициентов будет равно количеству размерности входных векторов или взять рекуррентную нейронную сеть с рекуррентной нейронной сети сетью ее ее как бы размер вообще не зависит от размерности входных векторов то есть это два решения ну давайте посмотрим еще несколько задачек в которых можно использовать рекуррентную нейронную сеть и так вот предсказание последовательности генома вот здесь вот такая статья в ныше связанная с ковидом да это они этот последовательность вируса расшифровали да вот где его можно скачать на как ли так мы считываем этот файл вот это у нас это как раз последовательность чего там аминокислоты да я не силен в биологии основание нуклеотиды да и так давайте посмотрим из чего он состоит аденин цитозин гуанин и чего темин да АТЦГ вот они эти коды итак наша задача будет по последовательности по последовательности вот этих вот остатков попробовать предсказать следующий да одна одна из веселых таких задач для этого мы первым делом кодируем все эти остатки числами от 0 до 3 до их 4 поэтому мы их кодируем числами от 0 до 3 вот наш входной массив преобразовался в массив чисел это переменные у нас какие номинальные числовые номинальные да то есть мы пытаемся предсказать по номинальным переменным номинальную переменную значит у нас задача какая будет классификации да вот мы сейчас сделаем задачу классификации и так я подобрал длину последовательности я сказал что я попробую по тридцати двум элементам предсказать следующий вот у меня хистерилен 32 я делаю то же самое что я делал до этого с числами вольфа только вот в этот вот в этом массивчике у меня не числа вольфа вот эти вот цифры от 0 до 3 да итак давайте посмотрим что получилось значит вот по такой последовательности я должен предсказывать двоечку вот по такой последовательности вы видите она сдвигается до должен предсказывать двойку по такой тройку и так далее так далее так далее итак снова я делю на две части на обучающую на тестовую Вижу, что у меня всего в этой последовательности порядка 30 тысяч элементов И создаю нейронную сеть Поскольку это у меня номинальные переменные Мне вот эти числа 0, 1, 2, 3 Они ничего не дают Поэтому я их преобразую слоем эмбеддинга в какие-то числа Значения которых я определю на этапе обучения Причем каждый остаток какой-то Я кодирую сразу двумерным вектором Вот MD Вот он у меня Количество уникальных кодов я знаю Их 4 всего Входная последовательность у меня 32 элемента Итак, я беру на вход 32 элемента Это каждый из этих чисел кодирую двумерным вектором Потом этот двумерный вектор преобразую к матричному виду Для того, чтобы скормить рекуррентному элементу И делаю рекуррентных элементов 25 независимых Вот так друг за другом С активацией RELU И на выходе слой DENSE С четырьмя выходами Поскольку мне надо предсказать один из четырех Один из четырех вот этих вот остатков Да, с активацией SOFT MAX Потому что у меня задача классификации Значит у меня сумма Сумма выходов должна быть равна единице Итак, давайте считаем Заодно я посчитал веса классов Я уже рассказывал, для чего мне это надо Это мне надо для того, чтобы у меня Аккуратненько провести балансировку Чтобы она у меня находила правильно минимум Я вижу, что у меня есть два класса Которые встречаются пореже Это первый и второй И два класса, которые встречаются почаще Это нулевой и третий У них дисбаланс примерно 1.8 То есть в принципе его желательно учитывать Итак, вот я взял Дисбаланс классов посчитал Теперь выходные значения То есть прогнозные метки Я преобразую в категориальному виду Потому что у меня должно быть 4 выхода Я преобразую к виду 0, 0, 0, 1 Где вот единичка стоит на том месте Которому соответствует y Вот это для y равного тройке Вот это для y равной единице И так далее, и так далее, и так далее Я преобразовал к категориальному виду Оптимизатор рядом Функция потерь категориальная кросс-энтропия Потому что задача классификации Слежу за точностью Слежу за метрикой AUGPR На всякий случай Значит, опять ставлю early stopping Для того, чтобы не заморачиваться Сколько эпох тренировать Ставлю параметр restore best way Для того, чтобы она возвратила мне модель С наилучшими показателями После early stopping Разбиваю обучающую часть На обучающую и валидационную В пропорции 8 к 2 И начинаю обучать Итак, вот у меня пошло обучение Итак, я хочу предсказать По 32 предыдущим значениям Что у меня там следующее будет Итак, вот у меня получилась Достаточно неважнецкая точность 0.28 Давайте посмотрим Что это такое На тестовом датасете Тоже примерно то же самое 0.3 Итак Способ посмотреть Как у меня идет классификация Это построить матрицу ошибок Я про нее уже рассказывал Итак, будем строить матрицу ошибок Вот это вот Я здесь почему-то на трейне строю Ну, неважно Давайте на тесте попробуем построить Y Тест Сейчас мы Это не нужно Тест Тест Итак, строим Confusion Matrix То есть матрицу ошибок Если у нас все нормально Она должна быть диагональная Но мы видим, что она Ничуть не диагональная У нас, правда Максимальное значение Действительно в этой строчке Вот здесь В этой строчке Вот здесь Вот в этой строчке Максимальное значение Здесь Значит она вот эту не угадывает Этот остаток А вот в этой строчке Вот здесь То есть в принципе Она пытается Стать диагональной Но Ее попытки Пока не увенчались успехом Давайте посмотрим Что у нас происходит По Classification Report Classification Report Нам позволяет Оценить Насколько хорошо У нас Классификация работает Но Через Одну четверть Мы перевалили Если бы у нас Был там генератор Случайных чисел Если бы у нас Не зависело Вот этот вот Остаток От предыдущих Остатков У нас здесь Было бы 0.25 У нас здесь 0.28 Это значит Моделька Хоть чуть-чуть Но предсказывает И мы видим Что она неплохо Предсказывает Нулевой класс Неплохо предсказывает Первый класс Неплохо предсказывает Третий класс А вот со вторым Она сбоит То есть В принципе Модель может Использоваться Для какого-то Качественного Предсказания Да Ну давайте Еще один Примерчик Из генной инженерии Да Вот я нашел Такой Такой Датасет Интересный На UCI Я в этом Ничего не понимаю Идея тут Как я понимаю Такая Что вам надо Последовательности Вот этих Что там они Называются Нуклеотиды Да Вот последовательности Этих Этих Остатков Вам необходимо Поделить На какие-то Три класса Одни классы Они называются EI Вторые классы Называются AE Есть еще Третьи классы Которые не включаются Ни туда Ни туда Они каким-то Образом помогают Как я понимаю Делить Эти последовательности Да Значит Итак Мы берем Этот датасет Он у нас Сплайс дата Вы его можете Скачать Мы на него Можем Посмотреть Еще Что это Из себя Представляет Сейчас Значит Тут Три столбца Первый Столбец Это класс Которому Принадлежит Вот эта Вот последовательность Второе Это кодированное Название От кого Эта Последовательность Бралась Ну а Собственно Говоря Сама Последовательность 60 элементов Если мы пролистаем Мы увидим Что тут Вначале Идут EI Потом IE А потом Какие-то N То есть У нас Три класса Надо Надо Вот По этой Последовательности Предсказать Какой Здесь Будет Класс Давайте Посмотрим Как Это Работает Итак Мы Считали Это Все Здесь Я Тоже Использую Регулярное Выражение Для того Чтобы Разбить Этот Датасет Мне Так Проще Просто Значит И То же Самое Мне Необходимо Вот эти Коды Все Закодировать Мне Необходимо Вот эти Три Класса Выходных Закодировать Каким-то Образом И Вот эти Последовательности Всяческих Буквочек Тоже Закодировать Каким-то Образом Для Этого Я Использую Формирую Два Массива X Юн И Y Юн Это Уникальное Значение В Иксе И Уникальное Значение В Игреке То есть Здесь Три Уникальных Значения А Здесь Соответственно По-моему Пять Уникальных Значений Давай А И так Вот у нас Получились Такие Два Датасета И так Вот это Закодированные Наши Последовательности Вот это У нас Классы Которым Мы Хотим Эти Последовательности Предсказать Их И так Посчитали Баланс Классов Мы видим Что у нас Два Класса Вот эти Нулевой И первой Они в принципе Примерно Одинаковые По размеру А последний Он Больше По размеру Примерно В два Раза То есть Вот такой Баланс Класс Вейтс Посчитали Да Сейчас Я не знаю Что эти буквы Означают Но Наверное Что-то Биологическое Если Тут Биологи Есть Они Объяснят Что Эти Буквочки Означают Но По-моему Там Вот этих Аминокислот Сколько 13 Сколько Там их Вообще А Нет Это Аминокислоты Ну Ну Не знаю Короче говоря Вот Такие Уникальные Классы Я Я Я Биолог Поэтому Для Меня Это Все Это Все Как бы Буквочки И цифрочки Да Да Итак Ага Сейчас Мы его Есть у меня Где-нибудь Прошу прощения From Escalion Так Train Test Split Как эта библиотечка называется Model Selection Итак Теперь Мы уже Разбили На 2 Датасета В принципе У нас уже Как раз Возникла Такая ситуация Что по времени Мы разбивать Не можем Потому что Мы видели У нас Сначала Идет Один Класс Потом Второй Потом Третий То есть Мы должны Разбивать С перемешиванием Поэтому Я использую Train Test Split Итак У меня Получился Обучающий Кусок Датасета И Тестовый Кусок Датасета Соответственно Я Опять же Вот наши Выходные Значения Я Преобразовал К категориальному Виду Потому что У меня Будет Задача Опять же Классификации На 3 Класса И Делаю Модельку Опять У меня Входная Последовательность 60 Вот этих Остаточков Да Опять Каждый Из них Отноминальная Переменная Поэтому Я его Кодирую Адаптивным Эмбедингом Пусть Сама Разбирается Каким Числам Это соответствует Каждый Из этих Остаточков Я буду Кодировать Двумя Числами Вот он Эмбединг Дим Всего У меня Их 8 Ну И Входная Последовательность 60 Дальше Я решеплю Для того Чтобы Можно Было Применить Рекуррентную Нейронную Сеть Беру Рекуррентную Нейронную Сеть Из 19 Элементов Независимых И подаю Все это Дело На выходной Решающий Слой Который У меня Будет Разбивать На эти Три Класса Функции Активации Softmax Это значит Сумма Вероятности Будет Равна Единице Итак Решаю У меня В модели Аж 1300 Параметров 1400 Да Компилирую Собираю Вот она Эта Моделька На вход 60 Значений Потом Эмбедингом В 120 Преобразуется Да Потом Мы это Все Делали Решейпим При помощи Рекуррентного Элемента Эти 120 Элементов Превращаются В 19 И 19 Элементов Мы передаем На решающий Слой Чтобы получить Три Вероятности Оптимизатор Опять же Уже Тот же Самый Абсолютно Все То же Самое Как В предыдущий Раз Только У нас Классы Ваются Другие Мы их Посчитали Для того Чтобы у нас Не возникло Проблем С дисбалансом Итак Поехали Считать Но тут Уже Веселее Считается Несколько Медленно Но тем Не менее Уже Циферки Похожие На реалистичную То есть Вполне Возможно Что Можно Уже Прогнозировать Вот Уже Где-то Даже 60% Добежало Значит Вот Давайте Посмотрим Что Она На тестовом Выдаст Работает Она Или Не Работает Работает Акуроси 58% Аук 62% То есть Все В принципе Нормально И Можем Построить Уже Confusion Matrix Мы Видим Что Confusion Matrix Уже Почти Диагональная По первым Двум Классам Первые Два Класса Она Определяет Очень Хорошо 137 По нулевому Классу 177 По первому Классу А вот Тот Который Неопределенно Но мы Тут И видим Какую-то Неопределенность Да То есть Он ее Не может Хорошо Определить Но В принципе Уже Модель Неплохая Можем Посмотреть На Classification Report Мы Видим Действительно По этому Классу 0.54 По этому 0.73 По этому 0.50 Итого 0.59 Если бы У нас Был Там Генератор Случайных Чисел Мы Получили 0.33 То есть Очевидно Что По последовательности Можно Предсказать К какому Классу Эту Последовательность Можно Отнести Даже В геноме Да Итак Вы Должны Были Увидеть Как При Помощи Рекуррентных Нейронных Сетей Можно Решать Различные Задачи В Задачи Регрессии Когда Вы Прогнозируете Какое-то Численное Значение И В Задачи Классификации Когда Вы Пытаетесь Прогнозировать Какую-то Номинальную Переменную Второй Способ Итак Это был Первый Способ Уменьшить Количество Параметров В нейронной Сети Второй Способ Регуляризация Модели Значит Что Что Такой Регуляризация Модели Я Вам Показывал Уже Что Если У вас Есть Какая-то Линейная Регрессия Помните У нас Про Три Термометра Была Задача Значит У нас Есть Какая-то Функция Потерь Которую Минимизируем Вот Если Мы К Этой Функции Потерь Добавим Вот Такое Вот Такое Слагаемое Лямбда Умножить На Модуль Коэффициентов Да То Если Мы Подберем Каким-то Хитрым Образом Лямбда У нас В конце Концов Часть Коэффициентов Занулится Те Коэффициенты Которые Нам Мешали Получить Хорошую Точность Они Занулятся То Это Эффективно Вам Уменьшить Количество Свободных Параметров То Если Вы Хотите Эффективно Чуть Чуть Повысить Эффективность Модели Часть Параметров Сократить Вы Должны Регуляризовать Эту Модель Это Часто Используемый Способ При Работе В методах Машинного Обучения Мы Опять Берем Наши Числа Вольфа Вот Они Наши Числа Вольфа Опять Пытаемся Спрогнозировать То же Самое Но Уже Более Простой Модель Раньше Мы Рекуррентную Модель Использовали А Теперь Мы Попробуем Взять И Подать Его Прямо Вот Так На Нейронную Сеть И Попробовать Предсказать Вот Этот Столбец Подготовим Датасет Это Я уже Обсуждал Как Делается Опять Длина Истории 12 Опять Делим На Обучающий Тестовый Датасет И Делаем Простенькую Модель Простенькая Модель С Одним Скрытым Слоем У У нас Раньше Было Пять Рекуррентных Элементов Сейчас Мы Поставим Вскрытый Слой Просто Пять Нейронов С Активацией Рилу И Дальше У нас Решающий Слой В Один Нейрон Давайте Посмотрим Что Получится Модель Получилась С 71 Параметром Мы Помним Что У нас Раньше Была Модель Со 146 Параметрами Со 126 Параметрами Почему Мы Эту Модель Если Мы Увеличим Длину Историю До 62 Дней То Мы Увидим Что У нас Количество Параметров В Полносвязной Нейронной Сети Выросло В отличие От Рекуррентной Нейронной Сети Которая Не Зависела От Размерности Входного Вектора Полносвязная Зависит От Размерности Входного Вектора Итак Вот Мы Сделали Полносвязную Нейронную Сеть Мы Ее Тренируем Точно Так же Я Уже Обсуждал Как Мы Ее Тренируем Ничего Необычного Нет Вот Наша Точность В 13 Майе Средняя Абсолютная Ошибка Вот Наилучшее Значение 13 26 Смотрим Что Нам Тест Дает 10 5 И Прогноз Все Вроде Хорошо Моделька Работает Итак Что такое Регуляризация В каждый Слой Вы можете Добавить Два Регуляризатора Они Называются Kernel Regularizer И Без Regularizer Значит Kernel Это Вот Эта Вот Штука С W Помните Мы Давали Сюда Коэффициенты X0 X1 И умножали На V0 V1 Вот Kernel Regularizer Это Ограничение На Эти Коэффициенты Биос Это На Это Смещение Плюс Лямбда Kernel Лямбда Биос Модуль Б Вот Так Здесь Я Использую Токорегуляризатор По Ядерным Коэффициентам Вот По Этим Весам Да И Устанавливаю Достаточно Высокий Коэффициент Регуляризации 0.1 Чтобы Она Мне Точно Занулила Вредные Коэффициенты Итак Давайте Посмотрим Как у Меня Работает Обучение С Регуляризатором Модель Все Та Ж Количество Коэффициентов То же Само Только Мы Вместо Того Чтобы Минимизировать Исходную Функцию Потери Она У нас Моя Сумма Сумма Модулей Ошибок Здесь Мы Используем Регуляризацию Точнее Говоря Минимизацию Вот Этой Функции Потерь Где Лямда Это 0.1 Итак Запускаем Слушаю Конечно Я говорил На прошлом Занятии Как Это Берете Get Лэйр Вейтс И Все И Можете Посмотреть Какие Коэффициенты Занулились Итак Вот У нас Получилось 3 и 3 В принципе Такое же Значение Да Практически Давайте Посмотрим Что у нас По точности Точность У нас Не Потерялась Значит Зачастую Точность Точность Увеличивается На новых Данных Здесь Она Почти Не Изменилась Разве Что Чуть Чуть Да В пределах Как бы Статистики Проверяем Модель Куда Все нормально Предсказывает Итак Второй Способ Который Позволяет Вам Эффективно Сделать Модель Поустойчивее То есть Эффективно Подуменьшить Число Независимых Параметров Это Регуляризация Если Вы не Знаете Что Сделать С Моделью Попробуйте Ее Регуляризовать Значит Третий И четвертый Способ Мы Будем С вами Рассматривать В следующих Лекциях Это Угментирование Данных И частичное Обучение Это тоже Очень Эффективные Способы Уменьшить Требования К количеству Данных Итак Следующий Итак Мы с первой Частью Разобрались Когда у нас Было Мало Данных Давайте Со второй Частью Разбираться Когда у нас Мало Данных Значит Можно У меня есть два Данных Есть разные Истории Одних Мало Других Много Вот это К какому Классу Проблема Хочется Мало Данных Да Опять Эминус Гологитная Активность Они Избираются Разные День Конечно Идея Идея Там Такая Если У вас Что там Солнечная Активность Медленно Меняется Она же У вас Медленно Меняется Это Означает Что на Протяжении Там Сколько Там Суток У вас Что там F10 7 На Протяжении Суток У вас F10 7 Можно Считать Постоян То есть Если У вас Идут Ваши Измерения Одни Вот Так Вот Часто Вторые Идут Редко Да Ну Сгладьте Их Каким Нибудь Алгоритмом Вот Эти Вот Чтобы У вас Было Их Часто Это Один Из Таких Длина Истории Разная Длина Истории Частичное Обучение То есть Если У вас Разная Длина Истории Обычно Имеет Смысл Попробовать Частичное Обучение Значит Итак Следующее Не Совсем Тут Дело Не в пробелах В данных А Дело В том Что у вас Количество Уравнений Не совпадает С количеством Неизвестных Вот Когда Мы В школе Решали Такое Вот Если У нас Уравнений Меньше Чем Неизвестных Мы Говорили Что Существует Множество Решений Вот Это Сорт Тех Самых Задач Если У вас Количество Экспериментов Меньше Чем Количество Свободных Коэффициентов В модели Вы Не сможете Эти Коэффициенты Однозначно Получить Вам Надо Что-то Делать С ними Один Способ Это Уменьшить Количество Коэффициентов В модели Второй Способ Это Написать Дополнительные Уравнения На этих Коэффициенты То есть Добавить Регуляризаторы Третий Способ Угментировать Данные Хитрым Образом Дополнительные Еще Условия Наложить И так Далее Частичное Обучение Тоже Позволяет Увеличить Количество Этих Уравнений Только Уравнения Будут Другие Вот Значит Следующий Это Анализ При Неполноте Данных И так Мы Сказали Что У нас Существует Случай Когда Ваших Данных Просто Недостаточно Для того Чтобы Сделать Прогноз Детерминированный То есть У вас Функция Получается Недетерминированная А какая-то Случайная И вы Прекрасно Знаете Что Она Случайная Значит Это Семейство Задач Называется Анализ Оттока На самом Деле Там Прогноз Оттока Но я Вам Самый Простой Способ Анализа Оттока Это Методом Интервалов Итак Берем Датасет Датасет У нас Насколько Я Помню Он Это Искусственный Датасет А может Быть И нормальный Это Датасет От Интела И Он Показывает При Каких Условиях Люди Увольняются И При Каких Не Увольняются Значит Давайте Посмотрим Что Он Из Себя Представляет Значит Та Величина Которую Мы Хотим Прогнозировать Она Называется Отриша Значит Как Часто Человек Путешествует Имеется Ввиду По делам Бизнеса Сколько Он Получает В день В каком Департаменте Он Работает Сколько Ему До Дома Ехать Какой Уровень Обучения И так Далее И так Далее И так Далее Тут 35 Колонок И По Этим Колонкам Вы Должны Определить Вот Данный Конкретный Человек Который К вам Пришел Он Находится В группе Риска На увольнение Или Не Находится То Он Он Хочет Уволиться Но Вам Не Говорит Или Не Хочет Вполне Себе Хорошая Задача И так Давайте Посмотрим Первое Баланс Баланс Классов Нам Показывает Что Вот В этом Датасете 237 Человек Хотят Уволиться А 1233 Не Хотят И Вам Надо Определить При каких Условиях Что На Это Влияет И Так Первое Что Мы Делаем Это Мы Поделим Их На Номинальные Переменные И на Числовые Мы Сначала Решим Эту Задачу Для Номинальных Переменных Идея Решения Задачи Достаточно Простая Представим Себе Что Вы Смотрите На Датасет Целиком Допустим У вас Есть Мужчины И Женщины Абсолютно Нормальное Деление Мужчины И Женщины И Так Мы Видим Что У Нас Что У Нас Вероятность Увольнения Вообще Говоря Если Мы Посчитаем Мы Можем Очень Легко Посчитать Вероятность Увольнения Да Как Ее Посчитать 237 Да Деленая На сумму 1233 Плюс 237 Это мы Можем Легко Посчитать Это 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 Вероятность Того Что Человек Уволится Вот Мы Поставили Эту Границу Теперь Мы Начинаем Смотреть Кто У нас Будет Чаще Увольняться Мужчины Или Женщины Мужчины Пусть Увольняются Чаще Мужчины Итак Если Мы Отфильтруем Этот Датасет Только По Мужчинам Мы Получим Какое Такое Число Я Пока Не Конкретизирую Какого Уровня Это Число Если Мы Посчитаем Вероятность Увольнения Для Женщины Мы Получим Ну Естественно Что Какое Такое Число Потому Что В сумме Эти Вероятности Должны Что-то Среднее Дать Они Не Могут Быть Одновременно Выше Или Одновременно Ниже Обязательно Кто Нибудь Выше Среднего Кто Ниже Среднего И так Мы Получили Два Уровня Вопрос Вот Этим Числам Мы Можем Доверять Или Не Можем Доверять Для Того Чтобы Определить Можем Мы Доверять Или Не Можем Мы Доверять Мы Должны Построить Доверительный Интервал Доверительный Интервал Показывает Насколько У нас Изменится Вероятность Если Мы Потеряем Половину Данных Помните Помните Я Рассказывал Мы Теряем Половину Бюллетеней И и у нас сразу меняется вероятность. Из положительной в отрицательную, из отрицательной в положительную. Здесь то же самое. Мы случайным образом выбираем людей, по которым мы будем считать вероятность, и у нас получается, что вот эта вероятность имеет вот такой вот разброс, а вот это вот такой вот. Вот этот вот диапазон, обычно в статистике считают диапазон, в который попадает 95% значений. Он называется 95% доверительным интервалом, или он характеризуется уровнем значимости 0,05. То есть единица минус 95% 0,05. Итак, мы построили два этих доверительных интервала. И идея здесь такая. Если эти доверительные интервалы пересекаются друг с другом, значит, статистически эти две группы одинаковы. Если они не пересекаются, эти доверительные интервалы, значит, эти две группы можно считать различными. Итак, идея состоит в следующем. Мы посчитаем доверительный интервал для нашего среднего значения. Оно среднее, оно тоже обладает каким-то доверительным интервалом. И будем считать значимыми только тех людей, которые будут отличаться от этого доверительного интервала. То есть доверительные интервалы не будут пересекаться. То есть вот такая вот ситуация будет нам говорить о том, что да, действительно, женщины увольняются реже. А вот такая ситуация будет нам говорить о том, что мы не можем ничего сказать. Реже они или чаще увольняются. Потому что со статистической точки зрения они одинаковы. Надь. Доверительный интервал, он уже не зависит от количества. Он доверительный интервал. Они должны не пересекаться. Они должны не пересекаться. Если пересекаются, значит, одинаковые. Если не пересекаются, значит, не одинаковые. Итак, давайте сначала посмотрим, как это все анализируется В случае, когда у нас простой В случае, когда у нас переменные номинальные Когда у нас мужчина и женщина, условно говоря Итак, мы сначала разделим датасет на номинальные и числовые переменные Я просто смотрю, если переменная, количество уникальных значений меньше 1% от строчек Значит, я ее считаю номинальной Я вижу, что у меня наш прогнозный столбец номинальные переменные Бизнес-тревел имеет всего 3 значения Департамент 3 значения Эдюкейшн 5 значений В какой области образования 6 значений Удовлетворенность окружающей средой 4 значения Пол 2 значения и так далее То есть, в принципе, все более-менее ожидаемые значения Давайте посмотрим, как проанализировать Первое, это разведочный анализ Это ничего существенного Мы просто смотрим, какие параметры, как часто у нас встречаются То есть, мы видим, что в основном у нас работают где-то 35-летние Вот у нас примерно распределение по зарплатам Это распределение примерно по расстоянию от дома и так далее Это распределение по уровню образования и так далее То есть, это некая статистика Итак, давайте Первое, что мы посмотрим Давайте посмотрим в среднем Во сколько увольняются и во сколько не увольняются Посмотрим просто на этих сотрудников со статистической точки зрения Итак, среднее у них примерно одинаково Оно находится там Разница между ними примерно 4 года Но среднеквадратичные отклонения То есть, половина ширины этого доверительного интервала десятка То есть, они примерно одинаковы То есть, по возрасту, скорее всего, тут сильно много не получишь Если мы построим распределение тех, кто остается и тех, кто увольняется по возрасту Вот у нас получится две таких кривые Они, в принципе, очень похожи друг на друга Значит, ну давайте анализировать теперь Итак, давайте проанализируем вот такую гипотезу Что пол человека не влияет на вероятность ухода Значит, для этого нам надо посчитать доверительный интервал Для расчета доверительного интервала я использую функцию ProportionConFint методом Уилсона Это такой хитрый способ, который считает вот этот доверительный интервал В случае, когда вы считаете вероятность То есть, для числа, которое находится в пределах от нуля до единицы Мы считаем его по тем, кто не ушел Вот его посчитали, да И смотрим И вычисляем эти интервалы для различных полов Для мужчины и для женщины И записываем их в матрицу коэффициентов Уилсон интервал 0 это нижняя граница интервала Уилсон интервал 1 это верхняя граница интервала И вот здесь я написал простенькую функцию, которой подаете на вход 2 интервала И он определяет, пересекаются или не пересекаются Если пересекаются, возвращает единицу Если не пересекаются, возвращает false Итак, я запускаю эту функцию И заодно смотрю, у меня пересекаются интервалы Мужчин со средним интервалом увольняющихся И женщин со средним интервалом увольняющихся Или нет Итак, мы видим, что у нас получается в обоих случаях true Это значит, что интервалы для мужчин и для женщин Пересекаются с интервалом для среднего Это означает, что у нас от пола вероятность увольнения не зависит Вот мы получили true true Это true для мужчин, это true для женщин То есть мужские интервалы со средним пересекаются И женские пересекаются Значит, в принципе, это одно и то же все три Значит, следующая гипотеза Мы будем проверять, что тип образования не влияет на вероятность ухода Итак, у нас берется новое поле Оно называется Education Field Я даже не смотрю, какие там значения Потому что у меня есть уже функция Которая вычисляет эти уникальные значения Я буду просто перебирать по этим уникальным значениям Фильтровать свой датасет по этому значению И смотреть, насколько у меня отличается вероятность увольнения От вероятности увольнения всего датасета Не учитывая уровень образования Давайте посмотрим, что получится И буду считать Пересекается интервал для тех, кто обладает нужным уровнем образования Со средним интервалом, вот с этим Увольнение или не пересекается Я вижу В маркетинге, в медике, в life science, technical, other, human resource Везде true То есть от уровня образования вероятность увольнения тоже не зависит Итак, вот так вот у нас вероятность увольнения зависит по уровню образования Они вроде бы разные, но с статистической точки зрения это одно и то же Итак, последняя задачка из этой серии Посмотреть, какие комбинации категориальных переменных влияют все-таки на образование Вот мы выборочно проверили, мы видим, что почти ничего не влияет А вообще есть люди, на которых что-то На которых Которые выделены Вот эти вот группы выделены в смысле увольнения Итак, перебрал все поля, которые собираюсь анализировать Посчитал среднюю вероятность увольнения и доверительный интервал для нее И начинаю перебирать все поля и для всех полей перебираю все значения И пытаюсь найти те значения, для которых доверительный интервал все-таки выходит за рамки вот этого Вот если выходит, значит для этой группы точно у меня увольнение более вероятно или менее вероятно, чем в среднем для всего коллектива Итак, начинаю смотреть Сейчас мы Смотрим Так, что тут у нас Итак, вот у нас средний доверительный интервал То есть в среднем вероятность от 0.14 до 0.18 Убрал тут из печати field Итак, средний доверительный интервал Давайте посмотрим, кто не укладывается в этот средний доверительный интервал Точно не укладываются те, кто не увольняются Точно не укладываются те, кто увольняются Давайте посмотреть Те, кто не путешествуют, оказывается у них вероятность меньше, чем в среднем То есть если человек не путешествует, он скорее всего не уволится. Если он много путешествует, то у него вероятность больше, чем в среднем. Это означает, что если его замордовали командировками, он уволится. Да, дальше что там у нас? Давайте под жоп роль посмотрим, да, то есть что он там работает. Мы видим, что если человек техник, то у него вероятность увольнения выше. А вот если он директор, то у него вероятность увольнения ниже. То есть в общем, да, разумно, да, это примерно то, чего мы и ожидали. Мартиал статус, то есть как это переводится-то? Семейное положение, да. Мы видим, что неженатые у нас увольняются чаще, а разведенные реже. Если человек перерабатывает, то у него вероятность увольнения выше оказывается. А если недорабатывает, то ниже. То есть если человек мало работает, то он скорее всего не уволится. То есть ничего такого экстраординарного мы тут не увидели, но теперь мы это увидели математическими методами. Значит, следующее, более сложная вещь. У нас как раз чуть-чуть времени осталось. Это работа с непрерывными переменными. Итак, теперь, кроме вот этих вот дискретных переменных, которые у нас были номинальных, да, у нас еще есть непрерывные переменные. Это уровень зарплаты, это у нас возраст, да. Это просто какое-то число. Как с этими числами работать? Здесь идея достаточно простая. Давайте мы эти непрерывные переменные переведем в категориальные. Давайте их дискретизируем. То есть у нас есть какой-то возраст, да, от нуля там до 100 лет. И мы его дискретизируем на несколько категорий. Здесь от нуля там до 18, таких вообще, наверное, нет. От 18 там до 20, от 20 там до 25 и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и вот это обозначим единичкой, двойкой, троечкой и так далее. То есть введем номинальные переменные по числовым. Эта операция называется дискретизацией. Она очень часто используется в современных нейронных сетях и вообще в анализе данных. Основных методов дискретизации на самом деле два. Фиксированных имеется в виду. Это дискретизация с фиксированным промежутком и дискретизация с фиксированным числом значений. Давайте посмотрим на них. Мы будем использовать датасет, который называется California Housing. Значит, мы, по-моему, с ним уже работали, да. Итак, первое, Equal Width Discretization. Это означает, что вы делите ваш числовой ряд, вот его значение, да, на промежутки одинаковой ширины. От нуля до ста возраст, да. Это Equal Width. Итак, используется для этого CoBins Discretizer, да, стратегия Uniform. Количество бинов – это насколько, насколько, как бы, элементов вы хотите поделить ваше непрерывное значение. Здесь, говорится, на 100 бинов, да, пытаемся поделить. И пытаемся построить, как у нас зависит распределение этой случайной величины. Вот мы видим, что у нас много-много таких людей. Вот здесь вот остаток – это те, кто старше определенного возраста, да. Это не означает, что там много столетних работает. Значит, это первый способ. Второй способ – это Equal Frequency Discretizer. Что он означает? Он означает, что выбираются промежутки таким образом, чтобы в каждый промежуток попадало одинаковое количество людей. Значит, у нас здесь 50 людей, здесь 50 людей, здесь 50 людей, здесь 50 людей, здесь 50 людей. Это называется Equal Frequency Discretization, да. Итак, здесь тоже самое. Стратегия – тоже Кабинс Discretizer, только стратегия используется Quantile. Quantile – это как раз по пропорциям означает. Quantile – это вообще пропорция в статистике. Итак, если мы построим теперь распределение, мы увидим, что у нас в разные категории попадает примерно одинаковое количество людей. Эти просадки из-за того, что у меня бины не совпадают. То есть бины в гистограмме не совпадают с бинами в распределении. Если вы вобьете в интернете VQ, VIE, вы увидите, что это такое. Это современный метод построения нейронных сетей. Если вы видели Stable Diffusion, то есть та, которая картинки рисует, вот у нее внутри стоит специальная квантизация адаптивная, для того, чтобы все это работало хорошо. Итак, давайте теперь все наши величины, которые у нас есть, мы будем квантизовать. Будем квантизовать таким образом, чтобы у нас в каждую корзинку попадало примерно одинаковое количество людей. То есть используем стратегию Quantile или метод Equal Frequency Model. Итак, каждую нашу величину мы возьмем для начала возраст. Вот он. Мы его создадим, вот этот вот дискретизер. И фитируем наши значения возраста по этой стратегии. То есть теперь вот в этом столбце, который будет называться H-кодит, у нас будет находиться не возраст, а будет находиться категория, к которой он относится по возрасту. Нет, это не стратификация, это квантизация. Значит, сейчас мы посмотрим. Вот он H-кодит. То есть ему теперь не 35 лет, а он принадлежит к седьмой категории по возрасту. То же самое, вот следующему там не 37 лет, а он принадлежит к восьмой категории по возрасту. Эти категории адаптивные, мы их подобрали таким образом, чтобы в каждую категорию примерно поровну попадало. Вот это вот у нас границы категорий. Первая категория оканчивается на 18-ти годах, вторая на 26-ти, третья от 26-ти до 29-ти, от 29-ти до 31-го и так далее. Последняя от 60-ти и выше. Это квантили. Итак, теперь у нас уже не числовые переменные категориальные, мы умеем с ними работать. Давайте посмотрим, в каких возрастах чаще всего увольняются. То есть, кто у нас принадлежит к группе риска? Оказывается, у нас к группе риска принадлежит диапазон от 18-ти до 26-ти лет. В среднем они, получается, остаются реже, чем остальные. В Интелла? В Штатах? Боюсь, что нет. Итак, мы можем поменять метод квантификации. Мы можем сказать, что теперь давайте разделим их на одинаковые диапазоны по возрасту. Может, нам повезет. Поменяли на одинаковые диапазоны по возрасту. Вот у нас они примерно в 4 года стали уложились, да? И давайте снова проведем анализ. А я ничего не поменял. Я все прям по коду иду. Итак, у нас категории по возрасту. Мы опять смотрим, когда у нас диапазон значений, вот этот вот, принадлежащий этой группе, выходит за пределы доверительного интервала по всему датасету. Итак, смотрим. Мы видим интересный факт, да? У нас что? В среднем остаются реже от 18-ти до 22-ти. От 22-ти остаются реже от 22-ти до 26-ти. Зато от 34-ти до 39-ти остаются чаще. То есть с 34-ти до 39-ти там практически никто не увольняется. Условно говоря, да? Значит, на дом. Попробуйте найти критические диапазоны для всех числовых переменных, влияющих на уход сотрудника, и проинтерпретировать результаты. Редактор субтитров А.Семкин